Девушки отдыхают Мы попросили генерала Дэвис прокомментировать происходящее. Генерал? Ужасная трагедия. Я сочувствую пострадавшим. Доминион должен был их защитить. Что касается... Нова, у нас гость. Нова, позволь представить Аларака, владыку Талдоримов. Ого, для существ, что живут так недолго, вы тираны слишком часто дразните смерть. Чего ты хочешь? Того же, что и ты. Истребить защитников человечества. Они уничтожили один из наших аванпостов. И сбежали до того, как их настиг флот смерти. Непростительная дерзость. Я раздавлю их как вредителей, которыми они и являются. Но сперва ты их найдешь. Как я понимаю, это твоя специальность. Если бы я помнила, где они прячутся, то уже была бы там. Но память подводит меня. А, значит, ты была одной из них. Ты оказалась полезнее, чем я мог ожидать. Полагаю, ты уже пыталась вернуть себе память. Разум тиранов такой податливый. Все, что тебе нужно, это тиразин. Тиразин? Я даже не представляю, где его взять. А я представляю. И я готов поделиться. Взамен ты приведешь меня к защитникам человечества. Договорились? Да. Пока. Славно. Готовься, Тиран. Тебя ждет испытание. Райгель, что мы знаем о Малом Джарбане? Немного. Умаджанский протекторат основал там исследовательскую станцию, но связь с ней была утеряна. Почему неизвестно? Ммм, звучит пугающе. Ладно, давай выясним, что там случилось. Если верить данным Алларака, нам нужно высадиться здесь. Его подчиненные уже укрепились неподалеку. И судя по действиям протасов, они хотят помешать нам добраться до Тиразина. Но почему? Возможно, Алларак хочет избавиться от слабых воинов. Для Талдоримов сила превыше всего. Придется пробиваться к экстракторам с боем и охранять их во время добычи. Я пришлю тебе на помощь воронов и освободителей. Не знаю, где ты достаешь все эти игрушки, но я благодарна тебе, Райгель. Есть еще что-нибудь, о чем умолчал Алларак? Хм, я засек какие-то формы жизни, но все они под землей. Наверняка рано или поздно вылезут. Мы сильно рискуем, но если ты справишься, у нас будет достаточно Тиразина, чтобы восстановить твою память. Ну что ж, доброго всем времени суток. С вами, как всегда, Дезертир, и я продолжаю проходить кампанию. Естественно, опять на бойце все дела, поэтому не занудствуйте. Ладно. Срочные новости. Сегодня вечером граждане Кархала планируют провести акции протеста у стен дворца. Они заявляют, что атака на Тирадор-9 стала последней каплей. И требуют, чтобы император принял силовые меры против зергов и протасов. Мы будем неотрывно следить за ситуацией. Кейт стала прям-таки офигенно болтливой девушкой. Нова, у тебя появился новый костюм. Да, посмотрела, кстати говоря, что это за костюм. Он дает временную невидимость, и по мне она здесь неуместна. Поэтому я ее брать не буду. А вот эту штученцию возьму. И опять-таки возьму меч, потому что он мне понравился. Он реально классно работает. Ладно, давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас здесь есть у войск. Я улучшил наши освободители. Посмотри, когда будет время. Вот, я хочу, чтобы наши освободители максимально быстро раскладывались. Хилиться у нас будут не освободители. Кто там, я уж не помню, хилиться-то. Кто-то, кто-то, короче, может хилиться. Ага, вот они могут хилиться. И танки могут хилиться. Но танки у меня... Все-таки здесь. А еще вороны могут хилиться, точнее большие. Я думаю, что особо им это не надо. Так, вроде бы все, да? Да, остальное все то же самое. Ладно, поехали. Нова, колдоримы вышли на связь. В последней битве ты могла произвести впечатление на владыку Аларака, но никак не на меня. Я буду твоим соперником в этом испытании. Победа и Вознесение достанутся лучше из нас. По-моему, она еще злится из-за корабля. Придется попотеть. Кстати, насчет корабля. Не забудьте посмотреть пасхалки, которые скоро выйдут, и вы узнаете кое-что интересное. Райгель, ты обнаружил местоположение всех экстракторов? Идеально. Не повезло ребятам. Ладно, на самом деле, у нас здесь есть кое-что интересное. Что мы, в принципе, можем изучить. Ну ладно, об этом попозже. Пока давайте развивать все-таки базу. Будем улучшать важные для меня здания. Так, и давайте построим еще парочку. Думаю, они нам понадобятся. Замечательно. Хотя, на самом деле, можно было бы поставить и просто кого-нибудь на газ, например. Это бы тоже мне пригодилось. Так, ладно. Так, давайте подошлем туда нового. Нового подсветит, они поатакуют. Ахахахаха. Круто. Это еще что за хрень летает? Подождите, ребят. Пока рано. Ага, эссенция. Вижу, вижу. Кстати, чем сложнее уровень... Ну, короче, чем больше уровень сложности, тем меньше эссенции есть. Вот, например, вот этой, по-моему, нету. Ладно, давайте попробуем по фану. Блин, надо бы, конечно, побольше... Различных... Визчичек понабирать. Ну ладно. Похоже, здесь произошло что-то ужасное. Новый на связи. Замечен враг. Ну, как видите, они вылупились. Кстати, знаете, вот эта вот фигня, которая пытается вырваться, напоминает мне... Из доктора Кто одну очень хорошую штуку под названием... Там был, короче, космический кит или как-то так. Он мне чем-то его напоминает. Ну что ж, давайте посмотрим. Переместимся вот сюда. Сделаем вот так. В принципе, я думаю, что здесь хватит одного. И двоих мы заберем с собой. Этого мы сделаем вот так и вот так. Так, ладно. Так, хорошо. Здесь продолжаем. Конечно же сюда. И подрубаем новую. Мы взяли резвый старт. Первый экстрактор начинает работу. Странно. Внутри экстрактора какое-то существо. Процесс добычи газа привлекает зараженных. Сканеры засекли новых зараженных на подходах к базе. Турель запущена. Я думаю, турелька мне немножко поможет. Но, в принципе, здесь должны эти ребята справиться. Убейте меня. Всегда, пожалуйста. Жду подтверждения. Мне бы только дать фору. Кого хошь, убью. Так, а вот это вот не очень приятно. Так, ядерка готова. Замечательно. Я думаю, отобьемся пока вот так. Надо просто сделать больше защиту. Чтобы она атаковала больший радиус. Поначалу, как вы видите, здесь народу мало. Но потом растет и растет все больше и больше становится. Пока что справляются, ребята. Тоже могу аж целых два Голиафа за раз построить. И мне требуется дополнительное хранилище. Это значит, что мне нужно побольше их построить. Так. Ладненько, он их построит. Слышу тебя хорошо. В атаку. Блямс. Начинаю штурм. Резаем готов. Немножко покуцали у меня здесь дружка моего. Но ничего страшного. Как только она закончит добычу, порубленные куски. Закончится и волна. Начинаю штурм на связи. Резаем готов. Отлично. Сейчас я вожу. Жду подтверждения. Рагель, давай сюда корабль. Пусть заберет тирозин. А, командир. И вот он вылетает отсюда. Тирозин же остается вот в такой капсуле. Цистерна. Испытание надолго не затянется. Воины, принесите мне победу. А вот теперь самое интересное. Они собираются разрушить экстрактор. Если у них получится, мы потеряем один из источников тирозина. Естественно, нам нужно прибежать туда быстрее, чем они придут. Но мало того, что нам нужно туда прибежать, нам еще надо... Начинаю штурм. Быть более первыми. Войска Толдоримбов достигли экстрактора. Если мы не вмешаемся, еще один источник будет потерян. Да вмешаемся мы. Куда же мы денемся-то? Отлично. Замечательно. Так, давайте наших освободителей... Сделаем вот так. Идеи этого для начала должно хватить. Я на это очень надеюсь, по крайней мере. Второй экстрактор заработал, но без боя газа мы не получим. Так. Слушаю. Сделаем, на всякий случай, вот так. Так, у нас там идет куча воинов на нас. Достаточно обеспечен. Ничего хорошего в этом я не вижу лично. Харал открыт. Ну, ничего сильно плохого на самом деле тоже я не вижу, но... Тем не менее. В принципе, должно хватить всего, что мне нужно. Так, давайте мы с вами все-таки построим арсенал. Он мне точно пригодится. По крайней мере, я хотел бы в это верить. Ага. И у нас сейчас должно закончиться здесь строительство. Будем строить армию ребят наших веселых. Как видите, они выходят отовсюду. Главное опасаться вот этих взрывных зараженных. Они самые жесткие. Особенно они мешают, если вы на сложности эксперт. Там они ходят огромнейшими кучами. Типа вот таких вот. Так их намного больше. И все намного жестче. Здесь же все более-менее нормально. Так как я буду пользоваться в основном именно техникой, я буду улучшать именно ее. Все же. Ламс. Замечательно. Давайте здесь одну ноу все-таки оставим в этом месте. Никуда сильно гонять ее не будем. Как видите, они ходят в больших количествах. Но... Еще одна цистерна-тирозина готова к доставке. О, еще один вылетел. Замечательно. Так, давайте отойдем и подкопим армию немножечко. Помимо подкопления армии, мне нужно, чтобы у меня было как минимум одно улучшение этой армии. И как максимум мне нужно еще два рабочих на газ, потому что без газа жить я точно не смогу. Плюс мне нужно улучшение на дома, дабы строить больше юнитов. Ну и где-то хотя бы еще, там, не знаю, три барака людей. Мне этого хватит. Точнее, не барака, а казармы. Вообще, не казармы, а хранилища. Че-то я совсем уже не в ту степь поплыл, как говорится. Вот так вот замечательно все это разбирается, когда у тебя есть хорошие юниты. Так, ладненько. Продолжаем клепать маринад. Делаем дальше улучшения. Ждем пока. Можно, в принципе, закрепить. Освободителей. Хотя, знаете, давайте делаем вот так. Запускаю двигатели. Судя по записям умаджанских исследователей, у них было еще несколько шахт. Возможно, они оставили в них оборудование. Умаджанские технологии редко сами идут в руки. Я этим займусь. Да, стоило бы этим действительно заняться. И я, наверное, этим действительно займусь, но чуть-чуть попозже. Как только поднакоплю определенных ребят в мои войска. Так. Все, ребят, можно вернуть на место. Здесь ребята отдельно уже встали. И давайте попробуем пройтись туда. Туда, то бишь, наверх, то бишь, вот сюда, вот в эту шахту. Посмотрим, как нас поведут. Будем надеяться, что там нет особо много народу. Вот видите, все-таки есть. Можно и так. Хотя есть вероятность, что его можно было, например, спасти. Так, надо как-то это все дело обойти, потому что вообще нет желания. Блин, они очень... Хреновый экстрактор решили забрать. Мне бы не хотелось его терять, на самом деле. Так, давайте сделаем вот так. Возьмем полностью армию. Без нее. Так. Делаем вот так. Делаем даже вот так вот. И потихоньку продвигаемся вот сюда. Потому что не хотел бы я терять экстрактора, я не скажу, что я его захвачу, потому что я хочу побольше посмотреть, что здесь можно на миссии добиться, чего интересного. А поэтому... Так, ладно, одного я все-таки потерял. Противник атакует экстрактор дирозина. Нифиг мой экстрактор атаковать, ребята. Это не ваше добро. Так, давайте вот здесь я сейчас все зачищу быстренько. Попутно, кстати, надо не забывать клепать периодически дружеские войска. Как я уже сказал, я не собираюсь его пока захватывать. Мне это не особо надо. Так. Ладно, это будет действующая армия. А вот вы, ребята, будете возвращаться и прикрывать вот сюда. Так. Теперь давайте к Керри. К Керри Нову. Жду подтверждения. И смотрим, что это здесь такое вообще. Что здесь есть интересного. Замечен враг. Райгель, принимай командование, пока я не закончу. Конечно. Порублю на куски. Ликвидирую. Ну что ж, эта миссия, на мой взгляд, в ближнем бою довольно проста. По крайней мере, здесь есть, особенно на Эксперте, челлендж. Начинаю штурм. Потому что, если вы будете там со снайперской винтовкой, либо с дробовиком, такого челленджа не будет. Здесь именно вот дается челлендж. И очень классный. Мне нравится. Поехали. Итак, это новая фишка от Близзардов. Фишка, собственно, в том... Никогда таких не видела. Вот это да. У него внутри что-то застряло. Фишка, собственно, в том, что он дает нам некие возможности. Ауч. Там был не очень хороший чувак. Челлендж, я так смотрю, в основном идет именно на высоких уровней сложности, потому что здесь я что-то челленджа особо не заметил. Как видите, он убивается здесь, как я не знаю, как кто. Такое просто. Замечен враг. А, прототип нового устройства. Рейгель тебе понравится. Несомненно. Да, естественно, у меня были некоторые проблемы с его убийством. То есть, ну, все-таки он меня частично покоцал, но... Ну что ж, давайте продолжим. у меня, скажу честно, вылетела игрушка, поэтому сейчас вы смотрите, можно сказать, перепрохождение. Перепрохождение, да. Я не знаю, почему у меня старик вылетел, на самом деле, я хотел как-то нормально проходить, но... Видимо, он посчитал, что хрен тебе, ДСК, забудьте нормального прохождения. Давай перепроходи. Ладненько, давайте действительно перепройдем. Легко. Приказывай! Только вытащи нас отсюда, когда все закончится. И сделаем это так как можно круче. Замечательно. Да, особо хорошего здесь, конечно, ничего в этом нет. Так, ну, давай-ка ты, морпех, сядешь, куда тебе, как говорится, положено. Начинаю штурм. Отлично. А мы пройдемся по штурмам. Так, давайте захватываем. Подозреваю, в этом исследовательском центре можно найти интересные разработки. Обыщи его, если будет время. Договорились. Райгель, принимай еще одну партию тиразина. Тиразинчик нам не помешает, на самом деле. Поэтому буду только рад. Стараюсь использовать одно и то же оружие, то есть именно все-таки технику, а не пехоту. Пехота, она хоть и дешевая, но от нее здесь толку не особо много. Но тут техники здесь толку все-таки как бы присутствует, поэтому стоит ее строить. То есть я как бы принял это внимание, в принципе, и выдвигаюсь к ним навстречу. В принципе, могу даже сходить, наверное. Просто надо выйти вперед них и тупо их переубивать. из Вин, как говорится. Начинаю штурм. Здесь, конечно, проблемно. Требуется помощь. Ликвидируется, не отнимается. Настриято. Я думаю, будет хуже. Порубленок. Хотя он, бойцы, о чем я вообще думаю, какой хуже, о чем я. хранилища. Требуется дополнительное хранилище, говоришь, да? Ну, если так тебе хватит хранилища, и можно погонять новую. Твое усердие приносит плоды. Давайте сбреем всех ребят, добавим к них вот этих. Раз, два, три. Раз, два, три. Это жалкое подобие битвы меня утомляет. Разрушьте еще один экстрактор. Ну, зря они решили сюда встать. Идем сюда, заодно попробуем все все захватить. Ну, конечно, будет обходить все это дело. ладно. Так, встаем в центре. Угу. Все, вроде получилось, да. еще один экстрактор начал добычу. Скоро у нас будут гости. Новая на связи. Система функционирует. Саня вина. В принципе, я думаю, что можно даже оставить вот так вот. Взять новую. В принципе, никто не видит. Можно даже не париться. И пойти вот сюда. Будь осторожна. Я засек зараженные танки. Хорошо. Мы еще до сих пор не использовали ядерный удар. И нас закрыли здесь. Твою мать. причем закрыли с искоренителями. Они слабенькие, поэтому их легко можно убить. опять же, если брать в расчет собственно скажем так оригинальную версию, то есть эксперта, то здесь будет намного жестче, потому что там я бегал, они атаковали намного быстрее, не так как здесь. Здесь они какие-то слабенькие на самом деле. Видите, можно более-менее уклоняться от них, даже луханулся пускай попал под него. На самом деле, можно обойтись было без этого. приближайся к цели. И у него довольно примитивная оборона на самом тоже такие деле. Что это? Новое улучшение для войск. Нашла. Но для чего тебе это? А это сюрприз. Сюрприз, как видите. Тут полно тирозины, кстати. очень полно. Ладно. Давайте поехали дальше. Мы здесь все еще проходим. Давайте сделаем вот так. Пафанимся, так сказать. злой злой дезертир на самом деле здесь все легко все хорошо все просто весело и дружно не нравится как мне коцают этого голиафика так на самом деле давай ты мне построишь здесь газ хотя нафиг он не нужен я не понимаю но пусть будет здесь можно кстати построить марс это передовая пехотная единица может использовать захват он захватывает и начинает бурить противника используя бур у него в руке если присмотреться то он использует захват вот этой типа рукой а будет вот этим буром или я так понимаю либо наоборот это у него гарпун которым он делает захват попробую проверить наверное проверим вариант принимай еще одну цистерну с тирозином да он перемещается так заместительного снова на связи что освободить говоришь а давай ты освободишь мне вот эту фигню так вроде встали теперь все вместе вот видите какие они злые злые и нехорошие но мы не дадим себя в обиду так на самом деле давайте наклепаем кучу вот этих ребят за вот этих просто развернем легко запускаю двигатели я думаю что это будет по-честному все теперь просто новую отвозим сюда и не паримся и не паримся больше нам ничего здесь не надо мы захватили все абсолютно порублены куски последний экстрактор заработал мы почти закончили ну тут естественно куча народу будет на нас идти опять-таки я думаю мы справимся давайте же посмотрим как это все будет происходить в основном кстати на нас отсюда идут я смотрю те кого не убивают освободители убивают мои глиафа так что все хорошо по крайней мере я доволен а биражки не могут достать до глиафов потому что их охраняют освободители долдари мы атакуйте экстрактор мы должны всеми силами защищать дыхание жизни давайте попробуем как-то сделать вот так я тоже сюда пробуем идти именно перехват идея успеем здесь есть туретка хотя я раньше думаю закончу тоже освободитель довольно сильные в плане атаки по воздуху особых проблем с ними когда мы не будет но уже замечательно и последние 15 секунд осталось подождать и будет радость нам так притянулся туда и прикалывает также марс и невосприимчива кислоте немыслимо это примитивное создание победила моих воинов ага уже дважды где алла рак но вынужден признать ты прошла испытания несмотря на мои сомнения добытый тирозин приведет тебя к защитникам человечества если не разрушит твой примитивный разум звучит воодушевляюще как мне тебе сообщить когда я их найду когда придет время я сам узнаю какой алла рак загадочный на самом деле из всех ачивок самое относительно сложное это наверное вот это потому что нужно убить 500 противников но она же и самая легкая по сути вам просто надо поставить кучу освободителей на одном месте на эксперте эта ачивка получается очень легко потому что там много народу и на этом собственно все ладно с вами был как всегда дезертир всем спасибо и пока пока удачи увидимся в следующих прохождениях 9 10 он